И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, сегодняшняя серия будет посвящена тоже интересно достаточным модам в Space Engine, но эти моды не просто какие-то там, не знаю, упали, как говорится, с небес, да, эти моды будут кое-что значить. Даже я больше скажу, это моды, которые составлены по историческим кораблям, которые планировали пускать для путешествий на Марс, для путешествий на другие планеты. В общем, все по порядку, я вам разложу. Поехали, друзья! Итак, друзья, посмотри, перед нами вот такой космический аппарат XR-2 Shuttle. Слушай, он какой-то безумный, я не знаю, что это. Это больше похоже на какой-то, блин, не знаю, планетойт или космический аппарат из «Звездных войн». Боже, он безумный. Это безумный какой-то проект, посмотри. Ну, нифига себе. Слушай, а где помещаются пилоты вообще, где они будут наблюдать? То есть кабина вот эта? Да ладно, не может быть, смотри. Отсвечивается наша Земля. Здорово. В общем, ребята, давайте скажу по порядку. Это безумные проекты компании НАСА. Скажу больше, это проекты Вернера фон Брауна. Ну, для тех, кто не знает, это был немецкий ученый во времена Второй мировой войны, который изобрел те самые известные ракеты Фау-2 и после войны, когда немецкая Германия проиграла войну, то, естественно, много ученых немецких было вывезено за границу, то есть и в США, и в СССР. И компания НАСА приняла Вернера фон Брауна в свои руки. И, кстати, Вернер фон Браун, тот самый знаменитый ученый, который изобрел Аполлон-11. Да-да-да. Именно на его ракетах летали на Луну Нил Армстронг и другие астронавты. И вот этот безумный проект XR-2, космический аппарат, принадлежит именно ему. Но скажу больше, что данные аппараты, они даже, по-моему, не были выведены на орбиту. И даже не летали на другие планеты никакие, потому что я сейчас покажу. Есть еще такой вот интересный проект под названием, по-моему, сейчас, подожди, проект Марс. Марс-планетолет и есть еще Марс-1 посадочный какой-то, я не знаю, давай рассмотрим. Так, Марс-1, где он? Почему я его не вижу? А, вот это, вот это Марс-1? Вот это Марс-1? Да ладно. Ну, это больше я не знаю, какой-то спутник космический, что это? Да, действительно, это Марс-1, посмотри. Ну, я так понимаю, это, скорее всего, какой-нибудь спутник Марса должен был быть. Вряд ли здесь должны, на таком спутнике были лететь люди. Да, во времена Холодной войны, во времена, когда гонка, космическая гонка только начиналась, с 58-го года по 61-й, по-моему, вот такие космические безумные, я бы сказал, аппараты, и планировали делать компания НАСА вместе с Вернером фон Брауном. Но вот это вот, это посадочный модуль, да? Это, стой, подожди. Посадочный модуль Марс-1. Ну, непонятно, где у него даже какие-то сопла. Подожди, может, сзади? Как могут люди управлять? Простите, вот это, я не знаю, что это вообще. Пишите в комментариях, на что похоже вот это вот безумное... Безумный посадочный аппарат. Я даже не знаю, как это назвать. Боже. Так, ну, давайте посмотрим еще, что у нас есть. Так, безумные аппараты. Подожди. Космическая станция. Посмотри, вот есть космическая станция 1С1 и космическая станция 2С2. Ну, давай построим. Давай немножко подальше сейчас отвлетим. Так, космическая станция 1 и космическая станция 2. Да это больше похоже на какие-то аппараты, я скажу, из Стартрек, скорее всего. Посмотри. И немножко напоминает какой-то аппарат из Интерстеллара. Вот этот более похож. Да, посмотри, здесь даже есть... Смотри. Значит, маркировка, военный флаг. Так, значит, флаг США, да, и военный знак США. Так, подожди. Это действительно похоже больше на космическую станцию, передающую антенну. Блин, боже, как пролагивает. Так, космическая станция. Давай посмотрим. Режим полета межпланетный. То есть, эта станция должна была быть в будущем межпланетной. Длина 84 метра. Ну, достаточно большая, да. Я думаю, что... Десяток. Ой, какой десяток? Астронавтову 20 там точно бы поместились. Масса 419 тонн. Угу. Неплохо, неплохо. Так, а вот этот аппарат у нас... Космическая станция... Стой, подожди. Ой, как нелегко управлять. Так, это S1, это S2. Так, длина. Длина-длина 122 метра. То есть, вот этот аппарат намного больше. Масса 419 тонн. Боже, офигеть. Это просто огромные цифры. Так, давайте отлетим немножко подальше от этих аппаратов. Так, а что у нас еще есть там по проектам? Давай посмотрим. Так, XR2 мы с вами смотрели. XR1. Ну и чего? XR1. Ставим. А чем отличается... Отличается XR2 от XR1? А, то есть, подожди-ка. XR1 отличается размером, во-первых. Да, и... Смотри. Значит, XR1... Вот здесь вот видно, что это у нас... То есть, межпланетный должен был быть корабль. Так, а сколько у него... Да, вот есть иллюминаторы. Смотри, откуда могли бы смотреть пассажиры, да? Если бы такой космический аппарат был бы запущен в то время... Так, длина... Длина 74 метра, но... Не очень, довольно-таки много. Так, а... Значит... XR2 у нас... XR2 длина 153 метра. Ну, тоже небольшой. Подожди. РМ-1. Есть еще один планетолет какой-то. РМ-1. О, нифига себе. Посмотри. Это какие-то бочки. Ого, здорово. Посмотри-ка. Нет, это не бочки. Это все-таки... Это, наверное, баки с топливом, я так понимаю. И одно огромное сопло. Я так предполагаю, что вот этот аппарат космический должен был быть тоже каким-то межпланетным. Перелетать с Земли на Марс. Слушай, а давай попробуем сейчас им управлять. Давайте попробуем поуправлять. Так, возьмем управление. И посмотрим, что вообще из этого выйдет. Ну, давай включаем главные двигатели зажигания и полетели. Ого. Ой, ой-ой-ой-ой. Какое пролагивание жуткое, да? Так, давайте на полную его разгоним. Посмотрим. Так, максимальная скорость корабля 25 километров в секунду. Что-то не шибко такое большое ускорение. Я ожидал намного больше. Я думаю, для того времени безумные такие проекты. Я думаю, что и двигатели какие-нибудь, наверное, придумывали. С невероятной, блин, скоростью. Да, отрыв довольно-таки большой. Что только не делали страны мира в те времена, в годы Холодной войны. Чтобы только быть первыми в космосе, да? Жалко, что нету проектов из СССР. Было бы тоже неплохо посмотреть какие-нибудь безумные проекты. Если ты знаешь какие-нибудь проекты СССР, когда была космическая гонка, то обязательно напиши в комментариях, что, какой аппарат, его описание. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я закончу свою короткую серию. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх. Жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Обязательно подпишись на канал. Всем пока, друзья. И помните, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока.